Так, начинаем. Значит, у нас сегодня Елена Полок, художница. Лена, расскажи немножко о себе, о своем творческом пути, потому что я вижу, что у тебя на фоне это, я так понимаю, что арт-школа, да, как бы художественная школа. Расскажи, пожалуйста, немножко побольше о себе, чтобы мы, как бы у нас сложилась картинка, представление, а потом уже о твоем пути на онлайн-галереях. Путь, на самом деле, начинался вообще не с творчества. Я с 18 лет работала парикмахером, но я вообще всегда работала на себя. То есть для меня, когда работать на кого-то было вообще очень, я даже не представляю, как можно. Могу бы быть. Ну, это на самом деле такое, как это, свободолюбие, что ли, вот, потому что вот я сейчас, после того, как я ушла, как бы, из найма, причем у меня найм был интересный, да, это такие международные проекты, но я не хочу возвращаться обратно. Я вот себя тоже спрашиваю, да, какие-то сложные такие моменты. Ты хочешь вернуться обратно? Я себе говорю, нет, ни за что, мне здесь нравится комфортно, потому что я могу сама влиять на свою жизнь, как бы на свою ситуацию. Да, говори, пожалуйста. Все верно. И когда я пришла к тому, что, во-первых, мне это надоело, ну, та стезя, я всегда любила рисовать что-то, но начала я с продажи на Экси, начала продавать часы. Ну, то есть это то же самое художественное, но вот такое внедренное в жизнь, ну, то, чтобы люди более готовы были покупать на тот момент, это был 16-й год. И я ушла на Экси, начала, ну, параллельно со своей работой, сейчас у меня там более 500 с чем-то продаж, я уже, не помню, я уже сбилась, и были часы и до метра размером, и маленькие, то есть, ну, вот. А потом так получилось, что мы с моим тогда еще мужем решили открыть арт-вечеринки в нашем городе. А в каком городе ты? В каком ты городе? Мурманск. Мурманск, а, Мурманск, отлично. Да, да, да. На открылий вечеринки, в принципе, мы собирали большие залы, у нас было до 60 человек, это было, как я помню, мы еле вместились в зал, продавали билеты, все было здорово, то есть, все шло, я нашла художников, классных ребят, ведущих, ну, в общем, у нас такой был формат очень. Зажигательный. Но пришел ковид, и, ну, как все мы знаем, мы больше не могли собираться нигде, более двух человек и на расстоянии этих метров. В общем, пришлось это закрыть. И тут наступил тот момент паники, когда, ну, что дальше, потому что я на кого-то работать не хотела. Ну, для меня это, как, ну, когда я никогда в жизни этого не делала, для меня это было прям как... Да, Лена, Лена, можно я вот прям пару слов скажу? Вот, Лена, спасибо тебе большое, что ты вот это озвучиваешь, потому что, мне кажется, сейчас очень схожий момент, возможно, даже более такой, как нагнетающий, да, то есть, действительно, у всех сейчас есть момент ощущения паники, но, как бы, вот самое главное, да, например, тоже ковидное время. Я тоже помню, я сидела вот спинение беременная вторым ребенком, но я продолжала, помню, отправлять картины, несмотря на все там заявления, что все-все остановилось и так далее, да. Вот сейчас важно, очень важно не опускать руки, не поддаваться панике, как бы, мы все прекрасно видим, читаем телеграм-каналы, то есть, за всей ситуацией мы следим. Но важно, как бы, начинать с себя и со своей семьи, да, то есть, вот, как бы, держаться и продолжать работать, потому что именно это позволяет нашей голове быть в таком разумном, холодном состоянии и, как бы, думать, а что делать дальше. Вот, спасибо тебе большое, что ты это озвучила. На самом деле, да, когда появились ковидные вот эти вот ограничения, мы застряли с мужем в квартире на месяц, ну, просто у меня еще астма, поэтому я выходить никуда, ну, там уже не пугали, мы все умрем. В общем, заказы, на самом деле, сессии продолжали идти, и я их продолжала отправлять, ну, несмотря на забережь, несмотря на письма, которые мне писали, приходилось с людьми договариваться, как-то создать. В принципе, все были адекватны, ни одного возврата, ну, то есть, возврата, там, дайте мне деньги обратно, у меня не было. То есть, и тот год, ковидный, у меня, наоборот, кстати, было больше заказов, чем было раньше. Удивительно, но поскольку у нас в основном бизнес был все-таки офлайн, ну, вот именно лечеринки, мы решили как-то, что надо переворачивать, ну, можно сложить и лампу, и умереть, в общем, но как бы надо грести, ну, как портую лягушку и молоко, и масло. И мы решили открыть школу, то есть, художники были, были, на самом деле, очень сильные художники, они преподаватели, оставалось только найти помещение. Открыли мы, честно, художественную школу на коленке, это был просто кредит, мы не знали, отдадим мы это или нет, но мы закупили мольберты за день до открытия. Ну, то есть, у нас, поскольку мы сделали это все бесплатно, то есть, первый запуск у нас был бесплатный, чтобы люди просто пришли, чтобы нас увидели. Мы вложились в рекламу, в мольберты, ну, во все, вот это, указ. И с рекламы к нам пришло 300 человек, просто 300 человек, они пришли, ноги просто отсели, просто посмотреть, ну, поскольку люди писали тогда, и им хотели быть хоть чего-то, то наплыв у нас был довольно-таки сильный. У нас было очень маленькое помещение, и оно было при ДК. То есть, Дом культуры, да. Да, это было все такое, ну, как Дом культуры. Вот, естественно, что-то, может быть, выглядело или не престижное, но для нас в тот момент было главное двигаться, потому что замереть было, ну, с вами, ну, все. Всего не потеряно. И, ну, мы начали работать и постепенно докупать материалы, и вот так вот мы, так мы и работаем, у нас сейчас более 60 учеников, уже второй год мы работаем, у нас ученики начинали с нуля, и сейчас, вот они будут со следующего месяца начинать рисовать с натуры, ну, то есть будет приглашена модель. Да. Лена, а будешь название своей школы, потому что мы потом это видео разместим на Ютубе, то есть давай мы сделаем тебе рекламу, те, кто в Мурманске, будут знать о твоей школе, и будут к тебе обращаться, и скажи, какие у тебя есть программы, то есть это годовые, либо короткие. У нас, на самом деле, очень много программ всяких, вплоть до того, что мы разрабатываем программы под каждого ученика, ну, то есть в зависимости от запроса. У нас есть академический рисунок, кстати, самое востребованное направление, и живопись, и акварельная живопись, ну, то есть зависит, и подготовка к вузам, наши ученики поступали в вузы в Питере, насколько я знаю. Наша школа называется iArtSchool, то есть зарегистрировали товарный знак, так что мы уже... i, это как i с точкой латинская? i маленькая, как iPhone, iArt. Ага, iArt, всё, окей, окей. iArt Pro мы зарегистрировали, то есть мы называемся iArt Pro. А везде мы, нас можно найти на как iArt Pro School, ну, там, везде. Понятно. Так, а ещё у нас было очень, на самом деле, тем, кто боится, что у нас на рынке, там, может, не продастся, или что, у нас был случай, когда у нас студентки занимаются, есть 11 лет, она занимается у нас первый год, рисовали они драпировки, ну, то есть учителям рисовали драпировки, а у нас в соседнем, ну, то есть это наше уже помещение, а в соседнем мы открыли фотостудию. И туда приходили ребята из Москвы, снимали какой-то контент, и они случайно буквально зашли к нам в студию, увидели работу вот этой девушки, ну, это были наброски академического рисунка, драпировки, и просто за 3 тысячи лист бумаги, буквально у начинающего художника 2 работы было куплено, то есть просто сразу, и это было уже не первой духе. Круто, круто. Это все пользуется популярностью, то есть не надо пускать руки, мне кажется. Да, потому что мы записываем постоянно видео, мы, как бы, не только я, но и все художники, которые, как бы, пытаются активно развиваться, действительно, как бы, мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, но мы этот рынок взращиваем, как бы, что все чаще и чаще, да, вот даже я, как бы, общаясь в своем кругу, либо, там, встречаясь с какими-то новыми людьми, мне спрашивают, ты кто? Я говорю, я художник, и они не понимают, в смысле ты художник, да, я говорю, да, ну, то есть, как бы, мы этот рынок взращиваем. Вот, Лен, а давай именно про тебя. Вот вы открыли школу, и я так понимаю, что в определенный момент ты поняла, что ты, как бы, немножечко, либо, как бы, сместила фокус своего развития. Ну, я поняла просто, что я уже здесь могу делегировать, я вырастила то, что я могла, в принципе, вложила все, что я могла, и мне надо, ну, я не могу стоять на месте, у меня такой просто характер, я не могу забереть вот все болото, и я там, мне надо двигаться куда-то дальше, и я поняла, что у меня накопилось картины, которые я хочу продать. На Etsy, в Etsy я в этом плане не особо верю, потому что там все-таки ценовая категория, да, продать цену за 200 долларов я была не готова, потому что половину ты потратишь просто на все оправление, отправки и так далее. Ну, у меня просто были разговоры с людьми на Etsy, ну, то есть покупатели, мне писали, и когда озвучиваешь цену, они говорят, я лучше куплю распечатку. Да, они тоже, да, да, принты, да. Ну, как бы рисовать картину, сколько там девушка хотела, около полтора метра за 200 долларов, я тоже как бы, ну, ну, не знаю. Вот, на этот момент про принты я особо ничего не знала, ну, как бы мы знали, что есть такие принты, ну, что их можно продавать, но у нас как-то, ну, бывший муж-фотограф, поэтому у нас как-то коллаборация была, он фотографировал моей работы, и тогда я решила попробовать выйти в галерею, ну, я, ну, бы, закрыла, посмотрела и закрыла на год. Почему? Почему? То есть ты не решилась? Ну, я, конечно, это было, как бы я английский знаю, ну, конечно, не в совершенстве, но все очень слишком непонятно, плюс начиталось заявки на ArtFinder, для меня это казалось, поскольку я не профессиональный художник, у меня нет художественного образования, для меня это казалось как что-то, как миссия невыполнимого, что-то. Ну, да, потому что они еще, как бы, такие, как бы, на английском языке, там, как бы, такие портфолио художников, я так понимаю, что это действительно вызывает определенный страх, особенно в чатах художников пишут, что лучше не подаваться, не иметь этот опыт, как бы, как это, отказа, отвержения, да, то есть я так понимаю, что это многих сдерживает. Ну, плюс еще, когда тебе откажут, ты еще и так себе сомневаешься, и еще, я как психолог при этом, я сейчас просто ищусь, учусь параллельно еще к психологу, и я понимаю, что это было, ну, многим творческим личностям это очень больно, ну, отказывать. Ну, а с другой стороны, это любой отказ, просто ступенька, чтобы тебе вырасти, ну, то есть понять, почему, но вот с этой мыслью я и пошла к вам на курс. Опять же, в целях экономии времени, да, и, как бы, получения такого пошагового плана, типа, что делать? Да, потому что я когда разговаривала на тот момент с мужем, я ему сказала, что я могу сама, конечно, он спросил, ты что, сама не можешь, я говорю, я, конечно, могу все сама, но я боюсь, что я буду сама, это глаз два, и потом не факт, что получится, а если мне откажут, я говорю, все, мир кончится, я лучше воспользуюсь тем, что уже проходили, что уже знаю, опытом других людей, ну, то есть не буду ничего не набивать. И я пошла на курс, началась, ну, как все, наверное, сейчас, сачи, где, наверное, теперь только принты продаются, а потом арт-мажор, ну, поскольку он был более доступным, очень важно подавать на арт-файнды, прям вообще мне это, ну, потому что везде все писалось, что там принимают, такой отбор, все, я думаю, куда я? Действительно. Вот, плюс загрузка была с адресом, ну, с возвратом, поскольку я, у меня не было адреса возврата, но спасибо Анне из Испании, она меня спасла, и в декабре, причем это было уже, я ждала-ждала, не знаю, чего ждала, и просто макнув рукой, да, отправлю уже эту заявку, которую мы составляли, спрятую, думала, будет, что будет. Я отправила в декабре, и, господи, когда же меня приняли, то в феврале, когда вообще меня приняли? Мы пришли все эти разборки с документами, приняли, и я начала выгружать свои работы, на самом деле, счастье было. Ифария. Просто, да, потому что это казалось чем-то таким недостижимым. Ну, хотя, если честно, раньше мне казалось недостижимым и студия художественная, которая... Да, да, решиться надо, конечно. И сейчас, конечно, понимаю, какой путь, значит, ну, проходят вообще все художники. Наверное, это... Нет, а подскажи, пожалуйста, подскажи, пожалуйста, вот что ты сделала для этой заявки, потому что у тебя достаточно, как бы, хороший инстаграм, качественный, у тебя достаточно большое количество подписчиков, там, по-моему, 15 тысяч подписчиков у тебя. Вот что ты сделала в разрезе своей подготовки к заявке ArtFinder? Инстаграм у меня очень давно, он еще, кстати, времен Etsy, поскольку у меня там заказы с Etsy было, раньше там была привязана ссылочка на Etsy. Да. Я сохраняла отзывы, я вообще стараюсь сохранять все отзывы, которые мне где-либо пишут люди. Ну, поскольку я могу их потерять, я их выкладывала в эти хайлайты. Да. Потому что, знаешь, я могу их потерять где-то, телефон зависнет, еще что-то. Ну, компьютер скидываю, потому что, ну, сейчас такое время. Поэтому стараюсь сохранять. Я сохраняла отзывы все, выкладывала работы и также их сохраняла в хайлайтах в этих. И я долго не могла найти стиль инстаграма, мне кажется, я его и до сих пор не особо нашла. Но мне, честно, нет времени вести, вот прям вот так вот, как текст. Ну, понятно, профессионально. Да, поэтому я выбрала более светлый такой фон, воспользовалась приложениями и начала добавлять свои картины, фрагменты картин, ну, чтобы было более видно, чтобы инстаграм был именно... Ты начала наводить порядок, потому что сейчас, когда заходишь к тебе в инстаграм, вот я прямо перед эфиром заходила, и я вижу, что у тебя очень в шатке грамотно все написано, что там, отправляю по всему миру, деньги мне можно перевезти сюда, отправляю такими-то службами, да. Ну, то есть, как бы, снимаются все возражения, и то есть, сразу видно, что художник отправляет картины, как бы, по всему миру, то есть, как бы, ты открыта для продаж. То есть, это очень важно. Вот все, кто у нас сейчас присутствует на эфире, вот зайдите обязательно к Лене в инстаграм, и можете взять как пример того, как шапка должна быть оформлена. На самом деле, эта шапка, она пришла с проб и ошибок, то есть, у меня, опять же, был большой опыт продаж на Etsy, я взяла все те вопросы, которые задают, в принципе, люди. Ну, то есть, клиенты приходят, они, в принципе, у них все одни и те же вопросы. Как вы ведете, как вы, чем вы... Чем заплатить можно. Да, туда можно вам денежку перевезти, то есть, где ваши работы, в принципе, все одно и то же и спрашивают. И чтобы тебе 25 раз не спрашивали, и плюс понимали, что ты здесь не просто постишь красивые картинки из интернета. Да. Ну, для чего ты это делаешь? Да. Поэтому вся информация, да, была написана. Ну, это, в принципе, для всего, мне кажется, бизнеса, ну, любая, это как визитка. Ну, то есть, человек заходит, он видит, для чего он туда зашел и что он там может сделать. Потому что просто постить картинки, к сожалению, бесполезно. Да, это точно. Лена, знаешь, что еще? Заметила, что ты очень поддерживаешь всех в чате, ну, то есть, ты активный участник. Как тебе удается, расскажи секрет, оставаться в ресурсе? Вот что ты делаешь, чтобы быть в ресурсе? Потому что, я так понимаю, направлений деятельности у тебя достаточно много. Сейчас, как бы, своя школа, продажа картин, то есть, ты параллельно учишься еще и на психолога, да, вот как? На самом деле, мы сами себе ресурс. Ну, то есть, все зависит от того, от угла точки зрения, на который мы будем смотреть. Ну, можно лечить, говорить, мы все умрем, ну, как многое сейчас кто делает. Ну, либо надо искать выходы. Да. К сожалению, то, что если замерить, ничего не поможет. Ну, я верю, что в любом случае, как-нибудь, но мы выгребем из этой ситуации, потому что, во-первых, сложить лапки, ну, это проще всего. Это проще всего, согласен. А поддерживать, потому что, как бы, пока у меня есть ресурс, я верю, что я могу поделиться с кем-то своими, я не знаю, чем, поддержкой. Я верю, что это потом, когда у меня закончится, вернется ко мне. Мне кажется, в этом время это важно. Да-да, говорите, Галина. Вещи какие-то, ну, мы можем творить. Сейчас, я вам на сих пор пишу, как бы, ноги останавливаются, я знаю, но, как бы, я не вижу в этом смысла. Ну, смысл, рано или поздно это все равно закончится. А сейчас у меня больше будет картин. Да, еще, знаешь, вот многие сейчас психологи рекомендуют, я вижу, как бы, вот, как в соцсетях тоже, что очень хорошо помогает быть в ресурсе, как бы это странно ни звучало, но помогать другим. То есть, вот это, на самом деле, очень важный такой момент, то есть, как бы, когда мы помогаем другим, мы помогаем себе, то есть, добрым словом, каким-то, не знаю, советом. Главное, чтобы он был прошеный. Энергообмен, да, да, как мы называем груминг, мы друг друга почесаем. Да, 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 то есть, это правда, это правда, то есть, вот, как бы, чтобы быть в ресурсе, да, это действительно, как бы, вот, нужен такой, как энергообмен. Лен, огромное тебе спасибо, твоя история, на самом деле, очень крутая, то есть, это, знаешь, как вот, какое-то событие в жизни, казалось бы, кризисное, критическое, но оно, как бы, если не сдаваться и, как бы, ну, как бы, не уходить вот в панику, тревогу, продолжать делать, а, например, действовать по направлению к тому, чего ты хочешь, например, в твоем случае, у вас в своей теперь школе есть, ученики, ты вышла на, как бы, лидирующие международные площадки, да, и, как бы, с твоей активностью, я уверена, как бы, все будет получаться. Вот, то есть, ты такой пример, когда в кризисный момент можно действительно, как бы, развернуть свою жизнь в том направлении, которое раньше, возможно, было страшно, да, потому что очень часто, вот, я даже по себе знаю, что, когда вот жизнь идет своим чередом, какие-то сделать изменения в своей жизни намного сложнее, чем в кризисный момент, потому что по бокам, как бы, у тебя, как это, как мы вперед смотрим, да, и по бокам часто бывают люди, которые, говорят, да ты что, зачем, и так все хорошо, зачем что-то менять, да, и, как бы, такие стены бетонные стоят, а когда, как бы, такой кризисный момент, и, как бы, вот эти вот две бетонные стены по бокам, они немножко, как бы, отваливаются, потому что у них свои есть дела, какие-то проблемы, и мне, как бы, давать непрошенные советы, да, вот. Вот, мне кажется, это хороший момент, не кардинально менять, но, по крайней мере, начинать двигаться в том направлении, который, о котором хочется, там, в котором хочется двигаться, например, продажи картин на онлайн-галереях, вот. Лена, огромное тебе спасибо, что ты пришла на что-то время в своем графике, вот, мы это обязательно сейчас опубликуем на Ютубе, если получится в Инстаграме, и будем тебя отмечать везде. Спасибо тебе большое, Лен. Хорошо, вам спасибо всем. Да. Удачи всем и продажи. Да, это очень важно, правда. Спасибо. Пока.